В новом 2017 году вступают в силу ряд изменений в работе пенсионного фонда. Когда и какую премию получат все пенсионеры в январе? Какие льготы ждут многодетных матерей в новом году? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в следующем материале выпуска. В январе 2017 года всем гражданам будет выплачена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей. Ее получат и работающие пенсионеры. Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, начиная с 13-го числа и до окончания выплатного периода. Финансирование этих денег начнется в крае только с 13-го января, а пенсии будут платиться с 3-го января по графику. То есть пенсионеры с 3-го начала получают просто свою пенсию, те, кто начинают получать с 13-го, например, 13-го января, будет выплачена пенсия за 14-е и 15-е. В этот же день пенсионеры получат эти 5000, а те, у кого по графику, а все знают свою дату, кто получает через почту, это будет по графику платиться уже с 13-го по 24-е. Если пенсионерам пенсия перечисляется на банковскую карточку, то финансирование единовременной денежной выплаты может пройти одновременно с пенсией за январь. Закон 2007 года о материнском капитале изначально был принят на 10 лет и рассчитан на семьи, в которых появились второй и последующий ребенок. В настоящее время принято решение продлить его действия до 2018 года. Изменения коснулись и использования материнского сертификата. С 2016 года материнским капиталом можно оплачивать товары и услуги для детей-инвалидов, указанные в их программе реабилитации. К сожалению, в связи со сложной финансовой и экономической ситуацией, правительством принято решение на 2017 год сумму материнского семейного капитала не индексировать. Поэтому она останется в таком же размере – 453 тысячи 26 рублей. Также многодетным матерям положены пенсионные льготы. В качестве поддержки многодетных семей есть такие положения в законе, которые поддерживают эти семьи. Мамы, которые родили 5 и более детей, воспитавших до 8 лет, должны знать, что они имеют право оформить страховую пенсию в 50 лет. Только есть условие, что нужно иметь 15 лет стажа. Имеют льготы опекуны, которые была оформлена опека над детьми-инвалидами. В 2016 году депутаты Госдумы окончательно узаконили повышение пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. При этом поправки не затронут тех, кто уже получил к настоящему моменту право на пенсию за выслугу лет или получит его до указанной даты. После завершения реформы на заслуженный отдых чиновники-мужчины смогут уходить в 65 лет, женщины – в 63 года. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа События.